МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы уже говорили в прошлом выпуске Иван и Ирина Ягодкины. Он ювелир, а она художник по стеклу. В прошлой программе горелка оранжевое пламя, которое превращается в синее с помощью специальных очков. Глаза Ирины Ягодкиной смотрят на весь этот магический процесс и помогают делать стеклянные бусины для украшений, превращать муранское стекло в лепестки цветов. Шапка Мономаха. Древнерусские бармы – символы власти князей и царей. Иван Ягодкин выполняет копии этих изделий по технологиям древних мастеров. Объединяет творческий дуэт не только семейное положение, но и общая работа над коллекциями украшений, погружающими в мир старой Рязани. Сегодня у семейной пары Ягодкиных творческая студия, выставки, фестивали. Но каждый из творцов признается, что долгие годы ходил в поисках. Иван и вовсе думал, что после окончания вуза на протяжении 10 лет ничем творческим не занимался. Я сейчас, как бы, с прошлых лет смотрю, что я всегда этим занимался из детства. То есть это было всегда. То есть мы всегда с братом выпиливали, что-то строгали, всегда у меня что-то в карманах лежало. Все камешки красивые – это были мне в карманах. Мама Ивана всегда подталкивала его к искусству, приобщая сына к прекрасному. Сейчас, спустя годы, когда Иван стал ювелиром, она и сама начала рисовать. Вот ее работы. У нее самой такая тяга была, и она как бы через меня ее выражала. Ну, впоследствии она все-таки, мы ее направили, и вот она сейчас тоже начала рисовать. Ну, вот она меня толкала, и все вот. Я пять лет учился в художественной школе до Хошема Мертва. Затем радиотехнический университет, специальность микроэлектроника и «Десять лет тишины» в творческом смысле. А мастер рвался наружу, но не знал, как выйти. И тогда Ирина, жена Ивана, дала толчок для дальнейшего развития мужа. Она тоже когда-то прошла через художественную школу и последовавшие после этого поиски любимого дела. Во многом они с мужем похожи. Мама, например, всегда очень поощряла все мои интересы творческие и занималась со мной и шитьем, и рисованием. И если мне хотелось лепить, мы шли, копали глину, и лепили, и раскрашивали. Что-то делать руками, лепить, шить – яркое воспоминание из детства Ирины тоже дает понять, что художественная школа позволяет раскрыть все грани таланта. Работа над костюмами для утренников, которые должны были облачиться, как помнит Ирина, педагоги учреждения, запала ей в душу. Это была кикимора болотная. У нее был необычайно какой-то красочный, экспрессивный, экстравагантный костюм. Мы его красили оттенками зеленого. Я не помню совершенно деталей, как это в итоге выглядело. Я просто помню вот это вот свое впечатление детское, свой восторг от такой работы. Сейчас Иван и Ирина могут делать интересные изделия друг для друга или работать над общими проектами. Эти платья, пальто сшила Ирина для себя. Затем ей пришла мысль выполнить в таком же стиле жилетку для Ивана. Он, в свою очередь, одаривает жену ювелирными украшениями. А это первое кольцо, которое сделал Иван после прохождения курсов ювелирного мастерства, которое ему предложила пройти Ирина в момент творческого кризиса мужа. И буквально за три месяца я съел все, что мне дали. То есть за три месяца я уже Ирине сделал подарок, первое там кольцо сделал. Это очень такое слово, достаточно сложное по тем временам. Дальше другая мастерская. И теперь более шести лет Иван занимается любимым делом, которое приносит доход. Ювелирные украшения ручной работы в прямом смысле слова на вес золота не только в Рязани. Творческий дуэт Ягодкиных поддерживает интерес людей к ремесленному делу. Иван и Ирина делятся секретами профессий в своей мастерской. Нам они тоже устроили мастер-класс. Эта горелка дает необходимую температуру порядка тысячи градусов, чтобы превратить муранское стекло в произведение искусства. Для того, чтобы получилась такая бусина, необходимо включить газовую горелку, соблюсти все правила безопасности и экипироваться. Затем можно начинать постепенно прогревать стеклянную палочку. Если резко занести ее в огонь, стекло может треснуть. Стекло я привожу из Москвы, а в Москву, наобтовую фирму, оно попадает из Италии с острова Мурана. Так что это в полном смысле слова муранское стекло. Когда стекло начинает течь, его необходимо намотать на специальную спицу, с которой впоследствии застывшая бусина легко снимется. И вот сюда, на середину, все, можно наматывать. Куда? Прямо вот сюда? Да, 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 да. Раз и разняли в пламени. Растаскиваем. Угу. Вот, отлично. Выносим из пламени. И крутим. Продолжаем крутить, иначе она стечет. Она маленькая, очень текучая. Вот. Сейчас у меня такое счастье внутри. Класс. Это для меня тоже фантастика. Действительно восторг. Но с первого раза не всегда получаются такие ровные бусины, как у Ирины. На изделие можно нанести несколько слоев стекла другого цвета, заставить его проникнуть внутрь бусины или остаться на поверхности, как в этих украшениях, представленных на выставке. Это бешеные кольца. Идея назвать их так пришла Ирине спонтанно. А вот эта коллекция украшений называется «Галактика». Когда делаю сложные какие-то вещи, такие как полон на галактике, то, что мы на выставке видели, там используются и сусальное серебро, и эмали, и золото. Это все требует и сосредоточения, внимания, и много времени. Это такая кропотливая работа. В древние времена, тысячи лет назад, мастера, работавшие со стеклом, тоже вплавляли металл в бусины. С газовой горелкой сейчас это делать, конечно, проще. А вот инструмент ювелира за 10 веков практически не изменился. Появились лишь микроскоп и более тонкий лобзик. Для Ивана остается загадкой, как же ювелиры делали наисложнейшие детали древнерусских барм, символов власти, царей. Эти подвески так заинтересовали Ивана, что он сам их повторил довольно успешно. Там выполнена перегородчатая эмаль. Там тонкие перегородки, если вы видели, и образочек там, вот, Магоматери. Это эмаль с перегородками тонкими, заполненную эмалью. Вот. Туда я закладывал эмаль с помощью микроскопа. Как это делали древние мастера, я не знаю. В глазки, в розрачки. Надо же так положить эмаль, чтобы она не перемешалась, не пересыпалась. Удивляет и то, как древние мастера научились разбираться в металле. Сейчас все нюансы можно узнать на курсах ювелирного дела или уроках химии. А как тогда? Это просто колоссальная интуиция. Они не знали там ни химический состав, ни температуру. То есть это интуитивно. Они прям чувствовали этот металл, как он плавится, как он спаивается. Иван восхищается древними мастерами. Они опытным путем выводили свои формулы. Поводилось, что вот именно такой процент меди, 72% серебра и остальной медь, это, оказывается, точка эквивклиптики такая. Вот есть где максимальная текучесть припоя. Если Иван старается углубиться в древние промыслы, то Иринин путь к своей технике лэмфорк, на которой она решила остановиться, шел через более современные виды творчества. Работа с лучшими декораторами Рязани, украшения интерьеров. Затем она поняла, что хочет попробовать что-то новое. И решила – стекло. Целый год прошел в таких экспериментах. Я работала в технике фьюзинг. Это спекание кусочков стекла. Я пробовала литье. Здесь вот на витрине тоже ежик в тумане. Это отлитая скульптура. Это достаточно сложная техника, которую вообще-то в заводских условиях делают. Или очень там крутые мастера. Нащупала она свое направление сразу после этих экспериментов. И теперь хрупкая женщина и газовая горелка с холодным стеклом, которые в ее руках оживают, неразлучны. Горелка на самом деле – это не так страшно. И кто к огню относится нормально и спокойно, пожалуй, это не так пугает. Это больше завораживает. То есть это вот этот процесс, когда ты постоянно смотришь на огонь, на него медитируешь, в нем ты создаешь какие-то вещи. Это больше волшебства, чем страха. Одна цитата знаменитого лауреата Нобелевской премии гласит «Искусство – это сотрудничество Бога с художником. И чем меньше художника, тем лучше». Так сказал Андрес Жит, французский писатель, прозаик, драматург, живший в начале 20 века. Каждый может понять эти слова по-своему. Для тех, кто не верит в Бога, это может быть связь с космосом, высшей силой или предыдущими поколениями мастеров, возможно, и будущими. В следующей программе «Человек в городе» мы отправимся в путешествие по невероятным местам необъятной России. Сергей Голубков – спортивный турист, ходит в походы с детства. Он понял, что красоту природы и любые интересные моменты нужно вовремя сфотографировать. С одной из своих фоторабот Сергей теперь выступает на международном конкурсе, финал которого состоится в Индии. Редактор субтитров А.Семкин